Девушки отдыхают Иначе надеемся в будущем быть рядом с близкими людьми, помогать им и принимать их заботу и любовь Однако жизнь складывается по-разному и бывает так, что в преклонном возрасте человек остается в одиночестве Спасением от отчаяния в таких случаях может стать общение с близкими по духу людьми, увлечение интересным делом или новые знакомства Все это можно получить в отделении дневного пребывания пожилых людей и инвалидов Что это за место, расскажем в новом выпуске программы «Социальный путеводитель» Меня зовут Мариам Восконян. Здравствуйте! В Бурятии одним из тех мест, где пенсионеры могут снова почувствовать себя в центре жизни, помолодеть душой и телом Провести время с пользой и удовольствием является отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Отделение обеспечит постоянный присмотр за пожилыми гражданами Профилактику прогрессирования когнитивных нарушений, социализацию, социальную реабилитацию, сохранение для близких нуждающегося возможности работать и отдыхать, Формирование активной жизненной позиции, развитие и реализацию творческого и интеллектуального потенциала Отделение предоставляет социальные услуги гражданам пожилого возраста, мужчинам старше 60 лет, а женщинам старше 55 лет и инвалидам, которые нуждаются в уходе в полустационарной форме социального обслуживания Отделение работает с двумя целевыми группами Это лица трудоспособного возраста с ограничениями в самообслуживании и пожилые старше трудоспособного возраста со старческой остыней и со снижением функционирования Группы формируются среди лиц одного возраста по одной ведущей проблеме Это граждане с сенсорными нарушениями и маломобильные граждане Противопоказания для направления граждан в отделение дневного пребывания Это деменция, сопровождающаяся состоянием выраженного психомоторного беспокойства, агрессивными тенденциями, длительными или рецидивирующими изменениями сознания Для примера возьмем Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», который находится в Улан-Удэ по адресу улица Мокрова, 20 Здесь специалисты придерживаются основных принципов работы Во-первых, это доступность и безопасность В отделении есть автобус с подъемным механизмом для перевозки маломобильных граждан, который доставляет людей из места постоянного проживания в отделение дневного пребывания и обратно, если они не имеют возможности безопасно и быстро добраться самостоятельно Чтобы пожилым людям и инвалидам было максимально комфортно, в отделении создали безопасную безбарьерную среду Оборудовали соляную комнату, комнату психологической разгрузки, тренажерный зал, комнату досуга, столовую, комнаты отдыха и душевую Во-вторых, квалифицированный персонал В отделении дневного пребывания работают заведующий специалист по социальной работе, психолог, инструктор по труду, два помощника по уходу, водитель, культорганизатор, инструктор по адаптивной физической культуре Также здесь предоставляют качественные и актуальные услуги Они помогают человеку поддерживать сохранившиеся навыки, стабилизируют и улучшают его состояние, а также снижают отрицательную динамику Для поддержания физической активности в отделении приобрели реабилитационное оборудование Различные тренажеры для верхних и нижних конечностей, развитие мелкой моторики, спортивной принадлежности, оборудование для сенсорной комнаты Весь комплекс работы с пожилыми гражданами и инвалидами ведет к их более успешной социально-психологической адаптации и реабилитации В отделении формируются две группы по 15 человек в день с 9 утра до 12 дня и с 13 часов до 16 часов дня Суббота и воскресенье – выходные дни Занятия проводятся в групповой и индивидуальной формах по следующим направлениям Поддержание физической активности, социальной реабилитации, поддержание когнитивных функций, развитие творческого потенциала и т.д. Для получателей услуг проводят экскурсии по историческим местам Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно – за плату или частичную плату Стать получателем социальных услуг отделения можно по рекомендации социального работника, по собственному запросу в отделение дневного пребывания и по приглашению из Управления социальной защиты населения по Улан-Удэм Если вам понравился такой досуг, обращайтесь в социальный центр доверия по телефону, указанному на экране Это была программа «Социальный путеводитель» Знайте свои права и умейте ими пользоваться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...